В Алматы жестоко убили охранника одного из жилых комплексов. Это рубрика 112. Здравствуйте! В Алматы 45-летний мужчина жестоко убил охранника одного из элитных жилых комплексов в Меркуртаун. Известно, что сначала произошел конфликт между охранником и жильцом многоквартирного дома, в результате которого напавший мужчина протаранил своей машиной ворота, а потом наехал автомобилем на вахтера и добил его ногами и кулаками. Как стало известно позднее, мужчина, хладнокровно убивший охранника на машине, жил в ЖК Меркуртаун вместе с родителями несколько лет. Он якобы страдал наркотической зависимостью и все время держал в страхе соседей. По словам очевидцев, ту заполученную ночь мужчина хотел выехать за пределы жилого комплекса, будучи пьяным за рулем, но дежурный охранник по имени Нурбол не пускал его, однако он все равно выехал. Чуть позже мужчина вернулся, но охранник стал закрывать ворота, после чего и произошло нападение на него. Полуживого охранника обнаружили лишь под утро. Пострадавший от полученных травм, он скончался в больнице. Нападавшего сразу же задержали и поместили в изолятор временного содержания. Также в полиции сообщили, что по факту убийства возбуждено уголовное дело. Куандык Бешимбаев заявил, что убитая Салтанат Нукенова сама провоцировала драки. Бывший министр нациоэкономики Куандык Бешимбаев, которого подозревают в убийстве супруги Салтанат Нукеновой, рассказал в суде, что убитая девушка первая начинала драки, кидаясь на него кулаками и ногами. Он утверждает, что это произошло дважды, 9 марта и 20 октября 2023 года. Он отрицает, что избивал ее систематически, считая это лишь двумя случаями. Бешимбаев рассказал, что разногласия между ними начались после свадьбы, когда она рассказала ему о своих прошлых отношениях. Он утверждает, что не запрещал ей работать или общаться с другими. Он также отвергает утверждение, что шантажировал ее интимными видео. Показания о событиях в день трагедии он собирается дать 3 апреля. Коррупционную группу чиновников осудили в Шимкенте. Суд Шимкенте объявил приговор троим чиновникам, заместителю Акима Инбекшинского района, Тленшину, главному специалисту Акимата Балакбекову и представителю подрядной фирмы Монату. Они получили разные сроки тюремного заключения – 11, 10 и 3 года соответственно. Их обвиняли в получении взятки 60 миллионов тенге от бизнесмена за помощь в выполнении работ по благоустройству города по государственному контракту. Также их признали виновными в хищении бюджетных средств на содержание кладбища в размере 28 миллионов тенге. Все трое лишены права занимать государственные должности пожизненно. Мошенники похищали людей и оформляли на них кредиты. В Алматы полиция остановила членов преступной группы, которые похищали людей без постоянного места жительства и обманным путем оформляли на них заведомо невозвратные кредиты. На сегодня установлено 29 лиц, которых удерживали в специально арендованном коттедже. Им причинен ущерб более 200 миллионов тенге. Проведено расследование и возбуждены два уголовных дела против участников этой группы. Все семь членов группы задержаны и арестованы, а улики изъяты для дальнейшего расследования. В Караганде пресечена деятельность преступной группы. Полиция Карагандинской области совместно с прокуратурой остановила деятельность преступной группы. Они связаны с 12 преступлениями, которые включают нападение на сотрудников АО «Кармет», бизнесменов и студентов. Подозреваемые совершали преступления, нападая на людей, вымогая деньги и имущество. Всего задержано 25 членов группы, из них 10 наиболее активных арестованы. При обыске изъято оружие, боеприпасы, религиозная литература и деньги. Их связь с другими преступлениями также проверяется. Больше информации пока не сообщается в целях расследования. Крупную партию кокаина изъяли полицейские в Астане. Сотрудники полиции поймали водителя автомобиля Хавейл, у которого нашли 30 пакетиков с порошкообразным веществом в его кармане и еще 76 в машине. 33-летний мужчина признался, что торговал наркотиками через интернет, занимаясь их упаковкой и распространением. У него дома также нашли скрытое хранилище с наркотиками, а внутри обнаружили весы, пакеты зип-лок и изоленту. Сельчанин ранил ножом спасателя в Западно-Казахстанской области. 26-летний спасатель получил ранение в Западном Казахстане, когда помогал местным жителям во время наводнения. Один из них напал на него с ножом у реки Каравазен. Спасателя с двумя ножевыми ранениями в области груди доставили в больницу. Нападавший был пьян, его задержали. Полиция начала расследование, состояние спасателя стабильное. Субтитры создавал DimaTorzok